Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим о Страстной Седмице, что она значит, о каждом дне, и особенно остановимся на Чистом Четверге, потому что с ним связано множество различных суеверий. Страстная Седмица. Почему она так называется? Это последняя неделя перед праздником всех праздник, Светлым Христовым Воскресением, Пасхой. Каждый день именуется Великим по своему величию, и на каждом мы остановимся. Каждый день в храме совершается богослужение Великий Понедельник. В этот день мы вспоминаем прообразно святого Иосифа, одного из отцев ветхозаветных, которого продали родные братья. Прообразно, как за 30 серебряков Иуда продаст Христа. И также мы вспоминаем смоковницу, которая была бесплодной, которую Господь сравнил с еврейским народом. Великий Вторник. Господь учит в храмах, рассказывает о том, как будет Второе Пришествие, призывает бодрствовать к жизни вечной, к Царству Небесной, рассказывает притчу о десяти девах, мудрых и юродиво призывая бдеть. Великая среда. В этот день Иуда соглашается предать Христа за 30 серебряников и ждет время, когда у него это получится сделать. Все эти три дня совершается литургия прежде священных даров. А на вечерней службе в среду все стараются поисповедоваться, чтобы в чистый четверг причаститься. Великий четверг. В этот день для нас очень важное событие происходит. Господь на Тайной Вечере устанавливает Евхаристию. Он берет хлеб и говорит, это тело мое за вас ломимое, берет вино и говорит, это кровь за вас и за многие изливаемое. Творите сие воспоминания мое. То есть мы сегодня, причащаясь к телу и крови, мы воспоминания Господа это творим, впуская в свою душу Господа, чтобы Он нас совоскресил к жизни вечной. В этот же день будет на вечерней службе читаться 12 евангелий, страстных евангелий о жизни Христа, о последних минутах и страданиях Его. Но мы все-таки остановимся на этой дне, потому что с этим днем очень много связано и церковных, и около церковных традиций, а порой даже ярко выражено суеверие и даже в коей-то мере язычество. С чем это связано? К примеру, мы можем сказать о четверговой соли. Да, в Требенке есть молитва на освящение соли, но она не имеет того предназначения, для чего ее берут. Ее не всыпят в углы, ее не всыпят в купель, когда крестится ребенок. Она не обладает каким-то магизмом. Эта соль может быть использована в пищу, как всяко освященная. Лучше ее, конечно, приносить, когда все будут освящаться, ясто, куличи, пасхи, яйца и все остальное. И тогда можно осветить и соль. Также мы слышим, что в этот день нужно искупаться, убраться в доме, отдать долги. Это замечательно. Но это нужно делать не только в один день, чисто четверг. Здесь не о этом речь идет. Чисти четверг нас призывает соединиться к Господам, поисповедавшись, покаявшись, причаститься, дабы чистота души была Богу открытая. Великая Пятница это сугубо строгий постный день. Это скорбный день. Господа избивают, распинают и кладут во гробе. Это сугубый день сострадания, молчания, излишних разговоров или тем более каких-то увеселений. Недопустимо. Мы сострадаем распятому Господу нашему Иисусу Христу. На вечернее богослужение происходит вынос плащаницы. Великая Суббота. Последний день перед Пасхой. Мы вспоминаем так же, как Господь находится во гробе. Его снисхождение в ад и разрешение уз праведных. И мы ожидаем уже вечерней службы. Пасхой праздником всех праздников. Торжество из торжеств. Всех вас поздравляю с светлым Христовым воскресением. Христос воскресе. Субтитры создавал DimaTorzok